В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе творилось что-то невообразимое. Над городом появились неопознанные летающие объекты, что заставило войска ПВО принять решительные меры по защите воздушного пространства США. В ту ночь грохот военных орудий прозвучал на всю страну. Те события вошли в историю и стали известны под названием «Битва за Лос-Анджелес». И хотя звучит довольно патриотично, но так и не было до конца ясно, с кем, собственно, проходила эта битва. Что видели военные? Что видели тысячи людей на побережье? Если в небе что-то было, то что именно? Откуда эти объекты появились и с какой целью? Пришло время и нам с вами рассмотреть эти туманные события того времени. Нельзя игнорировать и те факты, которые произошли за три месяца до этого. В тот период японцы атаковали Перл-Харбор, и американцы оказались втянуты во Вторую мировую войну. Накануне японская подлодка обстреляла нефтяное месторождение в Элвуде, Калифорния. 24 февраля военная морская разведка предупреждала о возможности совершения еще одной атаки в течение ближайших десяти часов. Впрочем, вечером наблюдатели сообщили о появлении светящихся точек на небе. В 19 часов 18 минут была объявлена воздушная тревога. В 22 часа 23 минуты снова отменена. Затем, в 2 часа 15 минут, радар снова засек неопознанный летающий объект в небе к западу от Лос-Анджелеса. По всему городу взвыли сирены. Была применена светомаскировка, и всего за считанные минуты громадный город в один миг погрузился в тотальный мрак, который пронизывали лучи, исходившие из многочисленных прожекторов военных сил. Через час системы ПВО открыли огонь. Примечательно, что в среде военных большинство также не понимали ситуации, в которой оказался город. Какие-то объекты парили в небе, но по непонятным причинам не осуществляли атаку. Первая информация была таковой. Кузова аппаратов не содержали никаких знаков различия, а скорость и высота их работы демонстрировали, что военные имеют дело с ультрасовременными аппаратами самых новых конструкций. По словам очевидцев, объектов было около 20. Так как информация в целом отсутствовала, жители города начали называть непонятных гостей авиации сил Японии. В 3.30 ночи отряд береговой зенитной артиллерии получили приказ начать обстрел вражеских летательных аппаратов. Именно в этот момент началось самое необъяснимое в этой истории. Военные сплошным огнем хотели уничтожить летательные аппараты противника. По предоставленным позже отчетам, за один час атаки военные отстреляли по вражеским объектам больше 1400 противовоздушных снарядов весом примерно в 6 килограмм каждый. В итоге вышло по 24 снаряда за 60 секунд и около 8,5 тонн боеприпасов. Это действительно самый настоящий заградительный огонь. В то же время был приведен в полную боевую готовность истребительный авиаполк. Но пилоты так и не смогли подняться в небо из-за сплошного обстрела собственной противовоздушной артиллерии. Да и действительно, казалось, в воздушном флоте не было необходимости, поскольку обстрел был настолько плотным, что ничто не должно было уцелеть. Однако летательные аппараты противника как будто издевались над военными, совершали перемещение почти к самим зенитным установкам, случайно или специально подчеркивая, что артиллерия не могла им нанести никаких повреждений. Огонь продолжался около часа. Ни одного объекта не было сбито. Ни самолета, ни дирижабля, ни НЛО. Ничего. Утром в 7.21 прозвучала команда «Отбой» и военными было выдано разрешение вернуть подачу электричества в жилые дома. Все это время в городе царил хаос, а люди прятались в подвалах, пытаясь спастись. Официально в течение ночи погибло пять человек, трое в авариях и еще двое от инфаркта. Для новогодней ночи в России это норма. Но обстоятельства были совсем иными. Общественность ждала объяснений. И тогда, в тот же день на пресс-конференции, министр ВМФ США Фрэнк Нокс заявил, что причина обстрела стала ложной тревогой. И атака японцев или кого-то еще не было вовсе. Любопытно, но еще через день генерал-маршал сообщил, что причиной случившегося могла стать психологическая атака с использованием высоко летящей авиации неизвестного происхождения. Все стало еще более загадочной из-за противоречивых показаний тысяч свидетелей. К примеру, полковник береговой артиллерии заметил на высоте 3600 метров 25 самолетов. Другие видели шары с огнями красного цвета. Кто-то сообщил о примерно 20 серебряных овальных, похожих на гигантские самолеты, объектах. По сообщениям, было то ли несколько самолетов, то ли несколько сотен, которые летели над городом со скоростью то необычно низкой, то наоборот свыше 350 км в час. В целом же, летящие объекты медленно плыли в воздухе над городом, словно не обращая ни малейшего внимания на происходящее. К тому же, никаких ответных ударов не наносилось. Поскольку внятного объяснения произошедшего власти так и не дали, начали появляться различные истории и байки. Про неубиваемый метеозонд, сдавшие нервы военных, которые открыли огонь по звездам, и сценировка с целью получить лакомые куски на побережье или нападение японцев, а также испытания нацистских летающих тарелок и, наконец, самое банальное, визит других цивилизаций, которые сканируют людей и забирают самых умных. Именно поэтому я еще здесь. И поскольку Малдер и Скали сейчас заняты вскрытием очередного гуманоида, мы попробуем сами во всем разобраться. Итак, со всем этим не вяжутся несколько фактов. Первое, показания множества свидетелей. Второе, данные радаров военных, которые засекли объект над океаном в 190 километрах от города, а уже через 10 минут что-то летело над Лос-Анджелесом. Воздушный шар не мог пролететь 193 километра за 10 минут. Над самим городом, по многим свидетельствам, объект летел зигзагами, временами со скоростью не менее 8 километров в минуту, что, опять же, воздушный шар сделать бы не смог. Но и главное, в 2011 году была проведена реальная сценировка той самой ночи. А именно, авторы идеи пытались воссоздать вживую тот самый снимок, что мы видели ранее. Но ничего не вышло. Даже со всей современной техникой добиться эффекта, когда лучи прожекторов резко теряли бы интенсивность за точкой их пересечения в небе, невозможно. Был также взят метеозонд, по которому был открыт огонь из тех же самых пулеметов и пушек. Цвет прожекторов все равно не преломлялся, а шар продержался лишь пару минут и рухнул, как подстреленная белка. Напомним, что над Лос-Анджелесом стрельба велась минимум 45 минут. И все безрезультатно. Кроме того, оказалось, что даже с современной фототехникой добиться такого качества снимка в таких условиях весьма сложно. В итоге, участники проекта по исценировке признались, что не знают, что случилось в ту ночь. А знаете, что еще любопытно? После той битвы в Лос-Анджелесе было создано специальное подразделение, занимавшееся инопланетными технологиями. Напомним, всем известная зона 51, чье существование власти признали в 2013 году, находится именно в Неваде. И по ряду свидетельств, первая активность там началась как раз во времена войны. С тех пор минуло много десятилетий, а дело все так же запутано. До сих пор главной уликой остается фото с неизвестным объектом, пойманного в лучах прожекторов. Уфологи считают ее едва ли не главным свидетельством существования внеземных технологий. Скептики же признают, что той ночью происходило что-то непонятное, но это вовсе не пришельцы. Думаю, и у вас есть на этот счет какие-то соображения. Поделитесь в комментариях, будет интересно их прочесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА